Здравствуйте, мальчики и девочки! Сегодня я не собирался вам ничего снимать, но вот так уж получилось. Почему? Да потому что у меня мой друг из России сказал, что в России оказывается большая радость по поводу того, что американцы как-то облажались, обломались в Афганистане. И я так сначала не поверил и говорю, а в чем они облажались-то? Ну как, говорит, они же уходят там, бросают все вокруг и какой-то там кошмар творится. Но я так подумал, думаю, странно. В общем, я пошел в российские сети, посмотрел телевидение российское, ну в интернете там, и обнаружил, что да, действительно творится какая-то нездоровая радость и действительно россияне почему-то верят, что Америка облажалась вовсю в Афганистане, что это ее огромный провал. Особенно говорят, что побросали там всех, подлецы, вот уроды, как это можно было, да, столько людей там погибнуть теперь из-за них. И почему они там не забрали с собой много, почему они не остались там. И у меня, честно говоря, от этого пухнет голова. Ну, давайте начнем с того, что Америка не должна Афганистану ничего, если уж на то пошло. Да, они там прикормили какое-то количество людей, которые работали на них, но эти люди получали очень нехилую зарплату за это, и эти люди вполне понимали, что Америка когда-то оттуда уйдет, что это же не Крым, который, да, сделает вам тут референдум и присоединят, сделают очередным штатом Америки. Американцы вообще молодцы в этом смысле, они никакие территории не отхапывают себя, они не оккупанты в этом смысле. И я вот так подумал, ну, хорошо, американцы вот кого-то там прикормили, у них есть какие-то должности, там переводчики были. Ну, да, будут какие-то беженцы, которые разбредутся, вот у нас в Австралию прислали. Я, не знаю, какое количество, еще не интересовался, честно говоря, меня эта тема не сильно волновала, но, как ни странно, Талибан пробил брешь вот в нашем телевидении. Что я имею в виду? А то, что когда вы включаете тот же там седьмой, девятый канал, там нет никакой политики никогда. А здесь вот каждый день что-то передают по этому поводу. И чтобы так вот достать наши аполитичные совершенно каналы, это надо было постараться. Но так как там были австралийцы, понятное дело, что если бы австралийцев не было в Афганистане, то, наверное, никто бы об этом и не стал говорить, всем было пофигу. У нас вообще такая страна, что всем пофигу. Так вот, давайте прикинем, ведь это тот же самый бизнес, да? У вас в стране открыли компанию, там была куча работников каких-то, им платили, честно, зарплату прекрасную. И потом это все уволилось. Это было ожидаемо, это когда-то должно было произойти. То есть здесь я вообще не вижу никакого криминала. Потом. Например, вы помните, как уходил СССР из Афганистана? Наверное, не помните, потому что вам об этом не докладывали. Потому что это было всегда тайной. Так вот, бардака при уходе СССР из Афганистана было, естественно, куда как больше. И брошенных людей, причем брошенных россиян было масса, ну тогда еще Советских Союз, жителей. И вот сейчас вы видите в Сирии, что творится. Я посмотрю, как будет уходить Россия из Сирии. И как они запоют. Вот, конечно, сейчас им выгодно-то на Америку гнать, показывать, что вот такая сильнейшая держава, государство, самое мощное в мире. И вот так вот бежит. Да не, не бежит, просто им надоело кормить всю эту раву. Но тут есть другой еще вопрос. Этот вопрос довольно серьезный. Ведь американцы не просто так были в Афганистане. И не просто так сейчас уходят. Ведь, не знаю, говорят ли вам, вот я не видел этого ни разу в российских СМИ, что Америка натренировала, обеспечила, вооружила армию Афганистана, которая по численности в 4 раза превышает численность талибской армии. И как вот с этим что делать? Почему эта армия свою страну не стала защищать? Почему за каких-то 9 дней вот эта вот кучка бандитов захватила всю страну мгновенно, президент сразу сказал, ребята, до свидания, собрал манатки и умотал. Теперь живет припеваючи, где он сейчас, в Дубае или в Эмиратах там сидит, бог его знает. Да и не сильно интересно было. А потому что там эти ребята, они брали эти деньги, да, на армию. И они докладывали, генералы там их и так далее, докладывали американцам, что да, мы там тренируем и делаем, у нас вот под ружье стоит огромное количество людей. А на самом деле все это разворовывалось. И вот они сейчас, так же как и россияне, кстати, они сейчас получают то, чего заслуживали. Им все сделали полностью. Ведь не зря Байден когда-то был уверен, не так давно, кстати, что они будут выходить когда из-за Афганистана, то талибы не смогут его захватить. Я понимаю, что это все шуры-муры, что, как обычно, знаете, ВОЖ не знал, да, что там творится. Я так думаю, что там все все знали. Не знаю, как сам ВОЖ, было бы ему это интересно. А вот генералы местные, американские, те, кто кормил эту армию, кто получал эти взятки, кто, знаете, вот Россия, да, вот один к одному Россия. То есть распиливали просто бабло, делили и спокойно жили на это дело. Так вот, американцы, афганистанцам, или как, афганцам, не должны ничего на самом деле. Они им уже сделали все, что могли. Теперь очередь за жителями Афганистана. Ну, как вы видите, жители Афганистана все это дело просрали. Ну, вот, вот все, что я вам хотел сказать простым языком, на основе тех сведений, которые есть у меня. Это у нас выпуск «Политика для домохозяек», поэтому здесь мудрить я не буду сильно. Общая, как бы, политика, общее вот направление вот такое. Все просто, ясно. Поэтому, господа, я понимаю, что вам очень хочется увидеть дохлую корову у соседа, но это не тот случай. Вот, вот я вас уверяю, не тот. С вами был Илья Алис. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!